Большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург, Николай Растворцев, Дарин Шарова. В вашей компании, как известно, лучший гор могут быть только горы, а лучшими, самыми отважными и бесстрашными альпинистами являются, конечно же, петербуржцы. Впервые в истории Эльбрус покорен детьми, юные жители, северные столицы. Повторили путь героев Великой Отечественной войны и посвятили поход 80-летию в одружении Знамени Победы на самой высокой точке России. И в нашей студии этим утром участники клуба юных моряков «Флагман». Знакомьтесь, штурман-метеоролог Александр Боценко, инженер-механик Артем Гурьев и радист и финансист Арина Торкина. Доброе-доброе утро, друзья. Саша, Артем, Арина, доброе-доброе утро. Рады вас видеть. Ну, вообще, утро на Эльбрусе, оно сильно отличается от утра в Петербурге? Ну, это что-то магическое. Словами это не описывается вообще, потому что виды... Вау. Какие эмоции, Арина, у тебя утро на вершине или, может быть, день на вершине? Ты просыпаешься, что-то непонятное происходит, где-то не там. Но очень красиво. Правда, непередаваемые эмоции. Большинство Петербурга сейчас завтракает. А что у настоящих альпинистов на завтрак? Что у вас было? Чем вы завтракали на Эльбрусе? Все то же самое. Ну, что то же самое, Артем? Вот что у тебя было на завтрак? Да что? Ну, яичница, чай, как у большинства. Мы нашли там в базовом лагере хорошую кафешку, где была очень хорошая женщина, которая нам с радостью готовила. Поэтому завтрак у нас был довольно такой питательный и хороший. Поэтому нам повезло в этом плане. Так, ну хорошо. Участники подъема были поделены на три отряда. И, собственно, каждый из вас руководил своим отрядом. И, значит, Тём, ты, получается, был командиром старшего отряда, Арина, ты командиром младшего, Саша, а у тебя, получается, был инструкторский отряд. Вот для чего нужно было, во-первых, это разделение? И как вы взаимодействовали между собой? У нас было разделение, и каждый... То есть я отвечал за безопасность, Арина командовала маленькими, а Артём командовал старшими детьми. Ну, как в армии... Сколько в отряде человек? В отряде по-разному. У меня была, по сути, только одна девочка, у Арины побольше людей. Пять человек. Пять человек. И также разделение было нужно для того, чтобы установить разные задачи. То есть у каждого отряда была своя цель. Задача старшего отряда была зайти, а задача младшего — повторить маршрут группы Грусева. Ну, а инструкторский отряд отвечал за безопасность. Получается, да. Получается, да. Саш, ты штурман-метеоролог. Расскажи, насколько быстро погода меняется в горах, насколько сложно её предсказывать, и как правильно проложить тот или иной маршрут. Погода меняется в течение трёх часов именно на вершине. Проблемы предсказывать погоду нет, потому что есть карты специальные синаптические, есть прогноз, есть опыт. Мы везучие, потому что именно в момент восхождения к нам пришёл антициклон, что дало идеальную погоду. Лучше не бывает. Солнечно, безветренно, тепло, даже жарко было местами. Вот я куртку снимал. Поэтому... А, ну и, конечно же, магия. Куда без неё? Ну, естественно. Сколько времени заняла подготовка? Все ли желающие смогли принять участие? И пройти отбор? И были ли какие-то конкретные критерии? У нас нет определённого отбора, потому что мы стараемся без селекции, без социального... Ну, социальное равенство, чтобы у нас было в клубе именно. И все, кто хотел, не пошли. Подготовка... Нет, ну не про социальное неравенство. Ну, это понятно. А вот про физическую подготовку вы всё-таки не в соседний парк пошли отдыхать. Полтора года мы готовились. Это постепенные пробежки, это плавание, беговые лыжи, горные лыжи. И допуск к тому, что ты зайдёшь на вершину, это было пробежать 10 километров. Ох! Тёма, что входило в твои обязанности инженера-механика? Какие цели стояли перед тобой? В моей сдаче входило следить за оборудованием в первую очередь. То есть я должен был удостовериться, что у каждого есть всё нужное. То есть это вот кошки, это трекинговые палки, это весь набор одежды. И чтобы у каждого было, и всё было в сохранности. Ну вот мы, кстати, видим, что у нас на столе сейчас лежит ещё какие-то элементы оборудования. А оборудование, да, это правильно называется? Обмундирование, так сказать, да? Оснащение. Расскажите об этом, что это такое, как это работает. Это страховка и обвязки нужно для восхождения на одном из самых опасных участков. Это перила на Эльбрусе, где есть вероятность свалиться, поэтому... Ну покажите просто, как это выглядит, как это работает. Саша, помогай. Давай на меня... А, мы не надеваем. Хорошо, надевайте. Значит, выглядят как такие вот штанишки. Вот сюда продевается нога раз, сюда продевается нога два. Кто ходил в парк скалолазания, наверное, знакомый. Да, это обычный, как в парке скалолазания. Потом всё затягивается, и сюда привязываются две верёвочки. Вот с карабином. С карабином. Это вот две человеческие ноги вместе. Вероятность того, что ты падаешь вниз, она... Велика. Она вообще большая, да? Да. Там перила, натянута верёвка, поэтому пристёгиваемся, идём, перестёгиваемся у столбика, идём дальше. Девочки шли как раз-таки в обвязке, потому что нужна максимальная для них безопасность. А мальчики шли... У нас есть морской способ как раз-таки привязываться к яхте. Сейчас Арина покажет. Арина сразу готова показать. Беседочный узел на себе называется. Он такой простенький, и он, если что, удержит. Но... Если что, удержит, если ты упадешь, короче. Но обязательно надо закручивать этот карабин на перилах, чтобы он не расстегнулся сам. Арина, мы знаем, что у тебя две интересные должности, радист и финансист. Что сложнее, настраивать чистоту или считать финансы в такой команде? Наверное, сложнее быть финансистом, потому что ты ответственен за большую сумму денег, и чтобы их не тратили просто так. Ага, то есть ты такая внимательная мама. Да. Так, 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 я всё знаю, всё посчитано. Так и называли. Так и называли? Возвища мама была у нас. Ага, вот видите, как мы догадались. Вы уже упомянули о пути Гусева. Расскажите, что это такое, что это за маршрут, и как вам удалось его осуществить? Значит, в советское время, как мы знаем, Эльбрус оккупировали нацисты. Вот, я правильно сказал. Нацисты. И задача группы Гусева была снять флаги нацистские, потому что так не должно быть. И, соответственно, выдрузить свои. И он прошёл под ледником, поднялся до приюта 11, дальше на Эльбрус. И всё это было в феврале. Это ужаснейшая погода. Вот метель, пурга, там, я не знаю, километров 60 был ветер в час. Это сдувает человека. Но они дошли героически, поставили флаги. И вот мы прошли их путём. Путь не самый лёгкий вообще, там, не прогулка, воскресенье. Но дошли, там, через реки, через овраги. Гору надо было огромную, нереально с сыпучими камнями преодолеть. Пройти. Вы всё смогли. И самое главное, вы тоже установили флаг. Я так понимаю, что вот тот флаг, который был. Давайте всё оборудование уберём с нашего стола и развернём максимально этот флаг. Расскажите, пожалуйста, что это за флаг? Почему именно такой флаг вам доверили вести? Конечно. Мы пришли на «Аврору», где нам торжественно вручили флаги СССР небольшие, которые мы должны были занести на гору Эльбрус. И нам, ну, старпом такой, а давайте я вам дам ещё флаг кормовой «Авроры». У вас вещей-то мало, он говорит. Да. На какой-то небольшой холмик выбираетесь. Почему мы и нет? И выходит такой помощник, и там флаг килограмма два, наверное, весит. И мы такие, да, спасибо большое. Это то, чего нам не хватало. Ну, кроме шуток, вы действительно и дошли, и его установили. Была мотивация дойти, да, потому что у нас даже такая история произошла, то, что один человек, который нёс этот флаг, он пошёл вниз. Ну, спускает человек, ну, ребёнка, которому стало не очень хорошо. И остальная группа, она пошла вперёд и не услышала того, что надо забрать его. И через... То есть кто-то спускался за флагом? Нет, через человека, который проходил, такие, мужчина, вы дадите? Да, я люблю, ну, наверное, и дойду. И передадите, пожалуйста, этот флаг, вы там поймёте кому. Увидите детей из Петербурга, передайте, пожалуйста, им флаг. Это им так и было. Мы сидели на Седловине, к нам подходит незнакомый человек, говорит, а у меня посылка для вас. А, ну, давайте, показывайте, он вот убьёт нам флаг. Спасибо вам огромное, спасибо большое за этот прекрасный разговор и за то, что вы сделали. Вообще мы благодарим вас, команду Клуба юных моряков флагманов. Большое молодцы, что вы это делаете. Спасибо большое. Спасибо за то, что чтите и продолжаете эту великую панель. И историю сохраняете, и новых вершин вам, новых походов и таких же успешных. Возвращайтесь в Петербург, приходите в эту студию и рассказывайте нам о ваших достижениях, мы вам всегда рады.